Кировская прокуратура намерена выяснить, кто все-таки виновен в частых авариях со смертельным исходом. Сегодня специалисты начали масштабную проверку. В ведомстве отметили, она коснется всех, кто так или иначе причастен к дорожному движению. Это и автошколы, и общественный транспорт, администрации, правительства. Сотрудникам ГИБДД о прокурорской проверке признаются думать некогда. Патрули уже и так переведены на усиленный режим работы. Причиной послужила главным образом та авария на Юрьянской трассе, которая унесла жизни семерых человек. Ольга Шмырина продолжит. Эта авария унесла жизни семерых человек. Еще трое в тяжелом состоянии находятся в Кировской травмобольнице. На трассе Вятка пассажирский микроавтобус столкнулся с «Газелью». По предварительным данным, водитель «Газели» выехал на встречную полосу. Ранее вечером здесь же девушка-водитель чуть не погибла в свой день рождения. Выпила, села за руль и на полной скорости улетела в кювет. Где хоть кто-то есть? Впереди. Девушка. На водительском месте. Девушка. Что, не открывается? Открывается так просто. Открыть дверь искореженного авто сотрудникам скорой удалось не сразу. Пока оказывали помощь пострадавшим, один из пассажиров машины доказывал инспекторам, что пьяная именинница в аварии не виновата. Нас подрезали машинам. Какая? Вот, которая ехала. Ну, а какая марка примерно? Ну, такая же. После череды крупных аварий на этом участке сотрудники ГИБДД ввели усиленный режим работы. Теперь на протяжении всей трассы дежурят дополнительные наряды. Ввиду увеличения количества дорожных транспортных происшествий на федеральной автодороге Вятка, управлением ГИБДД было принято решение увеличить количество нарядов, которые несут службу на данном участке. Также в помощь нарядам районов будут направлены наряды спецзводок ГИБДД. Будут увеличено количество патрулей на дороге. То есть они будут больше внимания терять именно несение службы на данном участке, чтобы водители не превышали скорость. Если весной частой причиной ДТП становилось то, что водители пытались объехать ямы, то сейчас, в частности здесь, на трассе Вятка, в основном аварии происходят из-за превышения скорости. Дорога в идеальном состоянии. Водители пытаются выжать у своих машин по максимуму. Но сегодня прокуратура заинтересовалась причиной аварий с летальным исходом. Их стало слишком много. Статистика идет вверх, чтобы разобраться. Начата глобальная проверка. Проверены будут все, так или иначе, причастные к дорожному движению. Начиная от автошкол, заканчивая ГИБДД и администрацией города. Масштабную проверку прокуратура начнет с автошкол. Правда, здесь с начала месяца. Уже и так предъявляют повышенные требования к студентам. На экзамене одна ошибка по теории будет стоить пяти дополнительных вопросов. На автодроме придется сдавать на отлично все пять фигур. А поездка с инспектором по городу может быть продлена до получаса. После автошкол возьмутся за организации, занимающиеся пассажирскими перевозками. В ходе проверки будет дана оценка деятельности указанных органов и лиц в сфере предупреждения дорожно-транспортных происшествий. И устранению причин, условий и последствий им способствующих. Пожалуй, самое любопытное, как будет проходить прокурорская проверка правительства и городской администрации. К ним вопросы в основном по состоянию дорог. Правда, в мэрии накануне облегченно выдохнули. Насколько качественно этим летом были закатаны в асфальт федеральные миллионы, в понедельник проверили представители Росавтодора. Претензий у ревизоров, говорят, не возникло. Все необходимые замеры, пробы, результаты лабораторных исследований уже получены. Все соответствует госту. Фактические объемы обмерены. Обмерено тоже все в рамках выданного технического задания. Со стороны представителей контролирующих структур тоже замечаний не высказано. Продолжаем работу. В прокуратуре уже пообещали результаты своей масштабной проверки. Всех, кто так или иначе имеет отношение к организации дорожного движения, озвучат через месяц. Между тем, в кабинетах мэрии и без того хранятся кипы предписаний от ГИБДД. И решать вопросы там намекнули, в любом случае придется в рамках совсем не резинового бюджета.